Правительство страны выделит почти 8 миллиардов рублей на льготные кредиты для бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19. О новой программе поддержки заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. С его слов, кредиты будут выдаваться по низкой ставке 3% годовых. Рада ли новость кировские коммерсанты? И на что потратят, если получат кредиты? Ульяна Издакова пообщалась с предпринимателями. Ульяна, ну что скажешь, нужна ли бизнесу такая поддержка? Ну как обычно, Дима, мнения разделились. И давай сегодня начнем с оптимистов. К таким себя относит Ильян Филатов, руководитель фитнес-клуба в Нововятске. Говорит, шаг за шагом индустрия спорта просыпается. Вместо онлайн-занятий люди вновь ходят в спортзал. Возобновились индивидуальные и групповые занятия. Хотя заполняемость залов пока 30-40%. Новость о новой волне льготных кредитов Илью порадовала. Главное, говорит бизнесмен, досконально изучить все его условия. И можно смело брать займ. Двух миллионов было бы достаточно. Сразу в моменте закроем свои расходы все. И долги перед, например, арендателем, перед налоговыми. Слава богу, перед сотрудниками долгов нет. Вот, возможно, будем расширяться и думать уже о дальнейших каких-то путях развития. Постепенно налаживаются дела и у Гульфии Гумарова. И вот уже 14 лет она владеет небольшим бизнесом. У нее магазин детской одежды. И Гульфия считает, что любая господдержка – это, Дима, хорошо. В пандемию предприниматель воспользовался с помощью от государства. Получила деньги на выплату зарплат сотрудникам и пополнение оборотных средств. Правда, удалось это сделать не без проблем. Возникли некоторые бюрократические проволочки. А ведь бизнесу нужна помощь здесь и сейчас. Брать или нет кредит под 3% – большой вопрос. Вдруг ситуация повторится. Вот я слышал, что есть и те, кому господдержка, как они говорят, считают, не поможет. Ездим мы такие. К таким себя относит Петр Кочетов. Он коммерческий директор сети кировских кафе. Рассказывает, в общепите дела понемногу налаживаются. Относительно, конечно. По сравнению с допандемическим временем выручка упала на 15%. Но хотя бы не на 60%, как прошлым летом. Чтобы выжить тогда, пришлось брать кредит. Тоже льготный. Закрыть его Петр планирует будущей весной. Брать новый не собирается. Ведь и его рано или поздно придется гасить. В итоге, говорит, на выходе получится не помощь, а очередная кабала перед банком. Если ты не можешь свести свою экономику предприятия в плюс в тех условиях, которые есть, на что рассчитывать, отдавая кредит? Где сейчас вероятность того, что через полгода будет лучше, будет больше выручки, и ты вернешь этот кредит? Поэтому кредит отдавать, грубо говоря, нещего. И стараемся просто жить по средствам, не копить долги, чтобы не на что было брать кредиты. Вот предпринимателю кредит не нужен, а какая поддержка ему нужна? Но Петр говорит, было бы неплохо, и деньги бы ему понадобились, например, на коммерческое продвижение, на маркетинговое, на рекламу в соцсетях и на телевидении. Но это он, видимо, намекнул во время съемки. Но если серьезно, то в правительстве уже подсчитали, что потенциально новыми льготными кредитами могут воспользоваться 75 тысяч предпринимателей. Правда, когда новая программа начнет действовать, не уточнили. Спасибо, Ульяна. Ну а мы продолжаем.